Продолжение следует... 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 со всяким усердным тщанием. Ище же и в том, исповедуюся, як они золота или сребра обещанием и даянием на сие служение прихожду, но ту не избранием святейшего патриарха Московского и всей Руси и священного синода. К сим же обещаюся, ничтожа творитими по нужде, аще от сильных лиц или от множества народа нудиму, аще и смертьюми воспретят, вилящи, что сотворитими, вопреки божественным и священным правилам, ниже в чуждей епархии литургисате или иночто священных деятей, безволи епархии он и архирея, такожди не рукополагатими ниже иерея, ниже диакона, ниже инага, каковага, клирика чуждые епархии, ниже примати я в мою епархию без отпускных грамот своих им архиреев. Обещиваюся врученную ми паству по обычаю апостол посещати и назирати, как и пребывают верные вери и во исправлении дел благих, а наипаче иереи. И смотрите, с прилежанием учите и запрещате, дабы расколы, суеверия и ереси не умножались, и дабы противник христианскому благочестию и благонравию обычаи не повреждали христианское житие. С противными церкви святей, с разумом и кротостью поступайте по апостолу Павлу, якорабу Господню не подобает сваритесь, но тиху быти ко всем учительну, незлобеву, скротостью наказующе противное, едак, как даст им Бог покаяние в разум истины. Вся же та, якореднесь, обещахся до последнего издыхания, ради будущих благ исполнятий, обещиваюся, будем и сердцеведец Бог, обещание моего свидетеля, воистинем же и усердным моем правлении и действий да будет Сам, то есть Спаситель наш, Иисус Христос, ми помощник, Ему же купно, со Отцем и Духом Святым да будет слава и держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производить Тя Боголюбезнейшего Архимандрита Митрофана, избранного епископа Богоспасаемого Града Нефтекамска. Богоспасаемого Градонина, сказав, Аминь, Благодать Святаго Духа добудет с тобою. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Святу Тройской Сергиевой Лавры, Священному Архимандриту, С Богоспасаемой Его паствою, Благодаря Лето! Благодаря Лето! Благодаря Лето! Благодаря Лето! Господину Высокопреосвященничему Григорию, Митрополиту Воскресенскому, Господину Высокопреосвященничему Никому, Митрополиту Уфимскому и Башкортостанскому, Господину Высокопреосвященничему Фоме, Архиепископу Одинцовскому и Красногорскому, Господину Преосвященничему Николаю, Епископу Салавацкому и Кумертаускому, Господину Преосвященничему Спиридону, Епископу Бирскому и Белорецкому, И Господину Преосвященничему Силуану, епископу Петерговскому «Многое лето! Многое, многое лето! Многое лето! Многое лето!» Всечислово архимандриту Митрофану, избранного и нареченному воепископа, богоспасаемого града Нефтекамска, «Многое лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Святый Боже, святый Гребный, святый Бессмертный, помилуй, помилуй нас! Вон мема! Избранием искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященного собора, божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, пророченствует боголюбезнейшего архимандрита Митрофана, Избранного воепископа, богоспасаемого града Нефтекамска, помолимся убанем, да придет на него благодать всесвятаго духа! Владыка, Господи Божий наш, законоположивый нам, чрез всехвального Твоего апостола Павла Степенеевича, Но в чин, воежеслужители, литургисачи, честным и причистым Твоим тайнам, во святем Твоим жертвенецы, первый апостол и второй пророки, третий учители, Сам, владыка всех и сего избранного из подобшихся подойти евангельскому игу и архиерейскому достоинству, Через рукоположение нас, соприсутствующих здесь и епископов, нашествием и силой и благодатью святаго Твоего Духа укрепи, Яко укрепилось и святые апостолы и пророки, яко помазал еси цари, яко осветилось и архиерея, и непорочное в архиерейство покажи, И всякую честность украсив, свято представив, а ежедостойно быть и просить ему, ежедоспасению народа, И послушайте Тебе, Его, яко светися Твое имя и прославися Твое Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и прист, и во веки веков Амин. Господи Божий наш, поешь и невозможным человеческим естествам, божественного понести существа, И в твоем строении подобоздрастно нам, учитель и поставить, твой содержащий престол, Мы же восносили Тебе жертвы, приношения всех мудрых, ты, Господи, Симой, и вредного строителя архиерейской благодати сотворил, Быти подражателем Тебе, истинного пастыря, положившего душу Твою за овцы Твоя, Будь вождя святых, свет сущих в тьме, доказателя неудрых, учителя-младенцев, святильника в мире, Да, совершив души верены ему в настоящую жизнь, предстали присловить ему непостыдно, И великий ступрик, и уже уготовил неси пострадавшему за проповедь Евангелия Твоя бы есть, Беже, миловый, и спасательный Божий наш, и Тебе славу высылает отцу и сына и святому духу, Великий ступрик, и во веки веков Аксиос. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Никона, митрополита Уфимского и Башкортостанского, участвовавшего ныне в твоей хератонии, и прилагать усилия к укреплению, в том числе и межрелигиозному миру, воверенному твоему попечению нефтекамской епархии и развитию добрых отношений между народами. Говорю тебе, как только ты допустишь мысль, что получив полноту власти, ты уже всего добился и теперь можешь лишь повелевать другими, ты потерпишь поражение в духовной борьбе. Да, ты поставлен надзирать за веренным тебе уделом, но надзирать – это не значит равнодушно смотреть. Это взгляд не с вершины гордости, а с высоты креста. Решимость быть пастырем, добрым, душу свою полагающим за овцы, осознание того, что ты несешь ответственность за все происходящее в своей епархии – вот что значит быть истинным епископом Церкви. искренне желаю тебе с усердием, с самоотверженностью заботиться о вверенном тебе уделе. И вот эта забота должна лежать в основе любого начинаемого тобой дела. Чтобы желание сие не было пустоцветом, надо довести его сначала до решимости, не быстролетной, а обдуманной, крепкой, разумной и, главное, безвозвратной, а затем жизнь, а затем приступить и к делу. Учит нас святитель Феофан Затворник. Это его слова. Прислушайся и к другим важным словам всего святителя, сказанным об архиереи. «Если он истинно строг по Богу, то не может не быть вместе с тем и благим. Убежденность в этом должна быть у всех священнослужителей и мирян, которые находятся у тебя в подчинении. Они должны знать, что действия твои по отношению к ним направлены только на пользу святого православия, то, что ты используешь жест власти не для пустого устрашения и демонстрации своего величия, но только для того, чтобы отгонять волков, расхищающих, разгоняющих овец, по слову апостола-евангелиста Иоанна. Овец словесного стада Христова. И давать твердый отпор противникам истины. Молюсь, чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, и чтобы чадо твои не потерпели кораблекрушения в вере, но с радостью трудились под твоим отеческим водительством ради блага церкви. Не думай, что теперь, именуясь владыкой, ты действительно стал господином над людьми. Решительно отсягай подобные бывающие от врага размышления. Ибо по слову апостола, Бог призвал тебя званием святым не по делам твоим, не по своему изволению, но по своему изболению и благодати, данной нам во Христе Иисусе. Помни, что даже начальник небесного воинства, цитирую, когда сотворил с дьяволом, не смел произнести у коризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Если главный ангел Божий не дерзал похваляться своей силой, то человеку из плоти и крови, даже обличенному архиерейским санам, тем более надлежит всегда помнить, кто дал ему власть и кто действует через него. Принимая ныне от Бога крест архипастерства, именно крест, неси его с достоинством. Помни, что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развеиваемый, как пишет апостол Иаков в своем послании. «Ты же, как преемник апостолов, должен быть не искалеблющийся на погибель, но стоять в вере к спасению души», опять-таки по слову апостола Павла из его послания к евреям. И тем более, что теперь ты ведь ответственен не только за свою душу, но и за тысячи вверенных твоему помечению людей. Прилагая усилия к тому, чтобы храмы Божии наполнялись с молодежью и детьми, знай, что это не только самая активная и наиболее уязвимая в духовном плане часть нашего общества, которая нуждается в мудром и чутком руководстве. И это особенно актуально в нынешних обстоятельствах, когда люди, желающие зла другим, по слову апостола Петра, прельщают неутвержденные души. Когда виртуальная реальность вытесняет из жизни доверительное общение детей и родителей, когда мода на агрессию приведет к росту насилия среди подростков, уделяет внимание в том числе как молодежной, так и социальной и миссионерской работе, развитию добровольческого служения, выстраиванию взаимодействия со светской властью, с которой нужно сотрудничать для осуществления тех целей, которые перед тобой стоят и которые одному, может быть, и не по силе достигнуть. Приступая к реализации этих значимых начинаний, помни, что здесь не порыв нужен, а здравое рассмотрение дела и образование решимости, твердой и неуклонной, при сознании всех трудов, препятствий, неприятностей, кое ожидают впереди, с мужественным воодушевлением, требуют от тебя стояния против них. Так учит нас святитель Феофан Затворник. Ныне же всех этих, несомненно, важных дел, которые предстоят тебе осуществить, среди них есть одно самое главное, это объединять верующих вокруг чаши Господней, дабы все наполняемы были единым Духом, и ты с радостью мог бы свидетельствовать о них словами апостола, а они стремятся к лучшему, то есть к небесному. Теперь же приимись ей жезл, зримый символ епископской власти и с твердой верой и решимостью, гляди к новому месту своего служения в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде веков времени. Аминь. Аминь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ